Здесь у нас ЛПХ и КПХ. Ну я одну корову держу. Вопрос, чем кормить, на этой ферме никогда не звучал. Ее история началась с производства питания для скота. Фариду Мухаммедшину показывают площади Кукморского кооператива, где три года назад из местного сырья и протеиновых добавок начали производить корм, увеличивающий надои почти в два раза. А купаемый скота это делаем? Нет, нет, вот в четырех корпусах уже скот стоит. Покажи, как здесь. Каждый месяц чистая прибыль кооператива на данной площадке на шесть ферм один миллион рублей. Теперь здесь производственные мощности и коровники. Корм не только производят, но и меняют на молоко. По сути, это помещение можно назвать арендным жильем для скота, ведь принадлежит оно не конкретному фермеру, а кооперативу. Владелец коров вносит сумму, размещает их здесь, коровы начинают давать молоко. И продавая его, можно погашать аренду, используя заработанное здесь же. На этой мегаферме свои ноу-хау с питанием. Чтобы повысить надои, здесь купили специальный кормоцентр. Он определяет, кому и какой рацион подойдет лучше. Рецепт на дисплее. Как итог, в сутки коровы начали давать молока на 4 литра больше. Кукморский район – лидер по производству молока в республике. А в этом говорят уже на зональном совещании, где сегодня представители 11 районов. Главный вопрос – повышение деловой активности. Надеемся резкое увеличение активности сельских поселений. Надежда в том числе на кооперативы и малые формы хозяйствования. В условиях санкции, говорят на совещании, именно фермеры смогли быстрее всех переориентироваться на внутренний рынок. Так, если раньше птицеводы покупали зарубежное яйцо и доращивали кур, то теперь появились проекты по созданию своего родительского стада. Средства на это дает республика в рамках программы «Агростартап» и грантов на развитие семейных ферм. Даже в этих сложных условиях республика продолжает занимать лидирующие позиции в стране. В результате беспрецедентного санкционного давления на нашу страну в связи с поведением специальной военно-операции на Украине появились новые вызовы. Для скандинговой работы всех органов власти и организации в кратчайшие сроки принят план по обеспечению устойчивого развития экономики и создан оперативный штаб республики Татарской. Однако не все ЛПХ работают активно. После оценки их эффективности лучшими признанные хозяйства Болтасинского района хуже всех работают в Заинске. К тому же не все пользуются мерами поддержки. Так, в этом году на повышение поголовья крупного рогатого скота республика выделила больше 400 миллионов рублей. В итоге существенный прирост только в Болтасинском и Арском районах. В лотосях число коров превысило 7 тысяч. Скот держит почти каждую семью. По остальным районам прошу проанализировать эффективность оказанной поддержки, поскольку подписывались обязательства по обязательному сохранению поголовья до конца года, а также заполнение электронных похозяйственных книг. Из-за их рассказаний фактически поголовья люди не могут получить субсидии. Здесь же отмечают, чтобы селянам хотелось держать дойных коров, нужны приемлемые закупочные цены на молоко. С начала года они выросли во многих районах 30 рублей за литр и выше. Но вот в Тукаевском, Лениногорском и Огрызском районах чуть больше 20. Районы просят пересмотреть цены. Такие встречи, совещания, зональные, это хорошая форма, когда приглашены глава района, руководители исполкома. Это тот круг, который никем заменить невозможно. Никто не приедет в соседний район решать ту задачу, о которой мы сегодня говорим. Жизнь идет о сохранении села. Это второе зональное совещание по повышению деловой активности селян. В течение года пройдет 14 таких встреч. Рамиль Шайдуль, Наталья Миндубаев, ТНВ, Кукмарский район.